всем привет все сейчас будут подожду когда кто-то будет соединяться друзья обязательно ставьте свои комментарии пишите тем которые вам были бы интересно озвучить будем с вами общаться рассуждать на разные темы вот сегодня хотел тему поднять такую почему церковь не может быть зрелой если 15 лет вот я вижу знакомых григорий томск всем привет вот но друзья давайте просто коснемся сначала вот этих моментов насчет зрелости да вы знаете что есть разные стадии до у каждого библии я думаю здесь большинство верующих пасторов если у каждой стадии духовного роста есть младенчество и есть отрочество из юности и зрелость и невозможно эти стадии проскочить за один год один младенец не становился сразу за один год или за два или за три зрелым человек то есть все равно происходит определенные моменты возрастания возрастание человека когда он переходит в зрелого человека и если мы посмотрим еврейскую вообще традицию так то мы видим следующий да вот библейскую видим следующее что до 13 лет ребенок во первых его и он изучал закон божий до 21 года у них как было что сначала он сдавал закон божий потом он 21 года должен был отец его и равина научить профессии потом должен быть он приобрести профессию научиться воевать и разбираться в торе как применять тору в тех или народных жизненных ситуациях до 30 лет он должен показать плод уже то есть и после 30 лет почему иисус начал служить в 30 лет разрешалось ему проповедовать то есть то есть он уже показал что он так или иначе уже не только разбирается это мы видим следующее то есть процесс взросления для того чтобы проповедовать в еврейской культуре до ветхозаветный да это было это стоило 30 лет до в 30 лет и только мог действительно проповедовать в новом завете тоже написано такие же моменты до что кто епископство или пасовство желать доброго дела желает но что там написано там опять и говорится тех же самых моментах да то есть он должен быть что не пьяница не биться трест благоразумен учителем и имеющий доброе свидетельство от внешних то есть иными словами другие люди которые которых он хочет учить они должны должны о нем сказать рекомендацию что да этот человек достаточно уже опытен чтобы доносить слово божие да если мы посмотрим что иисус как у на начал строить свою церковь первый момент он начал строить набрал учеников и начал проповедовать и первым делом на протяжении трех лет сам христос трех лет 24 часа на 7 он воспитывал не только апостолов там не только 12 учеников у него было около 500 учеников да ну в целом то есть он достаточно успешный служитель был 500 человек за ним три года ходила до но мы видим что он три года ежедневно обучал и потом уже сказал я создам церковь и врата да не одолеет уже уже потом им миссию вложил то есть иными словами мы видим что даже сам иисус когда обучал строил церковь он потратил достаточно много времени три года потратил времени чтобы отправить пастыров на служение то есть чтобы они сделали поэтому естественно зрелость церкви сначала начинается созрел со зрелости самого пастора то есть какой пастор действительно своей жизни духовная он уже зрел или не зрел молодой или немолодой и имею вот задали вот сразу вопрос который будет 15 лет достаточно до зрелой церкви для зрелости пастора это все зависит от из того из какой церкви вышел человек если он вышел из если пастор вышел из церкви семи верующих что у него есть уже такой христианский духовный опыт будучи ребенком он видел как это как родители живут во христе рос церкви потом подростком был проходил те же самые искушения устоял в боге не ушел из церкви или были какие-то падения он пережил это и так далее закончил духовное образование духовные семинария и уже как бы испытал бога в своей личной жизни так вот если пастор это имел достаточно духовное образование в с детства то конечно его авторитет или там и скажем так способность вести церковь и она намного выше но это сильнее да но вот если мы берем касаться лично меня или вообще большинство в россии то у нас была такая жизненная ситуация что девяносто восьмом девяносто штом у нас когда я покаялся у нас буквально рухнул советский союз вот совсем недавно у нас вообще не было зрелых пасторов у нас не было церквей и вообще вот когда даже приезжали зрелые пастора из других стран и мы общались они говорили что в россии это единственная такая страна в мире где большая часть пасторов не превышает возраст 25 лет почему потому что у вас церкви были просто вы истреблены вырезаны да у вас не было духовно сильных взрослых людей и поэтому естественно вы наломаете очень много дров будучи молодыми потому что вы не выросли в христианских семьях у вас нету библейского образования у вас нету практического опыта у вас нету наставника взрослого который бы мог бы вам давать советы поэтому естественно вы сделаете очень много ошибок это неизбежно потому что еще раз говорю но представьте допустим если я воспитывался в неверующей семье я знал вообще как воспитывать детей как говорится будучи ну в господи нет все на все было так если я служу если я проповедую мои дети будут видеть и они загорятся и тоже начнут делать и только тогда когда уже будучи 15 лет пастором я увидел как дети мои даже дети выросли дети которые пришли в этот момент церковь выросли увидел что многие уж не из них ушли ушли из церкви тогда ты начинаешь видеть промахи воспитанием своих детей потому что у тебя этого не было у тебя не было модели построения как работать в семье ты сам еще будучи молодой у тебя дома самого конфликты с женой и и ты как бы даже я помню мне в своей жизни был такой момент что я ходе головоле почему так как суббота мы обязательно с тобой поругаемся и мы договорились что либо есть субботы вообще не ругаемся или вы просто расходимся по разным комнатам потому что мне нужно было готовиться к слову а поругаясь и слова не можешь готовить потому что завтра ведь как ты будешь проповедовать а жена тоже будучи токно недавно на обращенной крестьянка будет сидеть и так осуждающим тебя смотреть и говорит но 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 проповедник давай проповеду я знаю какой ты дома да и ты так стоишь думаешь она ведь мне все это надо вот поэтому конечно на зрелость пастора это достаточно ну такой долгий долгий сложный такой момент и я как бы буду такую вещь вы что ну невозможно ну скажем так по моему мнению конечно пастор за человек это должен которому же мы хотя бы за 30 лет быть чтобы уже и дети были чтобы вы и в жизни как бы состоялся стоить но мы имеем то что имеем мы имеем что сегодня дело жатвы много делать или мало пасторов вообще зрелых на самом деле даже вот уже будучи христиан служит еще три уже почти 30 лет в россии после крушения советского союза но все равно до сих пор еще мало пасторов и в массе своего большинство пасторов это люди которые пришли и вы по благодати божия не получились исцеление освобождение нам от наркотиков или там от алтоголизма и сегодня но я не буду говорить статистику но если вот я когда прихожу на пасторский совет она с кемерово да то я сказал бы что 80 процентов пасторов это это бывшая наркалка зависимая да естественно когда ты начинаешь смотреть у них слабенькое богословие большое сердце большая любовь богу но в то же время естественно еще молодые неопытные да и вот ну как бы больше сосредоточены на чуде да чтобы чтобы человек принял христа получил спасение вот поэтому естественно духовная модуль духовная зрелость это приходит только с годами это не приходит с образованием это образование практика и годы да это вот что касается зрелого зрелости а именно пастора естественно если зрелый пастор начинает с нуля церковь то такой церкви достаточно но она совершит меньше ошибок чем как говорится незрелый пастор который начал и как говорится ведет он совершит много ошибок то есть и у него как вот как в поговорке говорят за любым хирургом за любым хирургом да есть свое кладбище и за любым пастором есть все равно покалеченные души людей которые так или иначе были где-то ранены пастором и сегодня когда делаешь соцсетях как говорится проповедование очень много людей которые были в церкви которые ушли из церкви они действительно много грязи льют на пасторов я бы вам хотел просто сказать что пасторская труд вообще самый сложный труд надо еще понимать что нету большой команды скамейки запасных что вот вот одного уберешь тому тысячу стоят то есть и и людей достаточно которые хотят служить и проповедовать это их достаточно очень мало и естественно мы должны вот этот момент понимать что и она имеем то что имеем да то есть ну вот есть такая ситуация жатвы много делать или мало и естественно многие епископы я как бы с общаясь конечно лично по моему желаю ну как бы мнению до чтобы пастора подготовить ну и на него надо потратить 5-7 лет вот чтобы пастора более-менее подготовить на него надо 5 3 5 7 лет потому что первых три года в принципе просто займется на то чтобы просто дать ему более-менее поменять его мышление чтобы он начал мыслить библейский оба дальше чтобы он у него был духовный пастор с которым он был бы помощником его и смотрел как он решает конфликты как консультировать как учит как проповедует как всему чтобы он был как бы оруженосом помощником да и когда вот он это увидит тогда в принципе уже во многих странах где где с христианство уже больше ста лет да то там на пасовство могут тебя руку положить только спустя 7 лет четкого обучения до четкой практики и тогда уже 5 отправить но в россию ну скажем так на сегодняшний момент такого невозможно сделать это очень сложно сделать потому что есть прям еще города где мало церквей и есть поселки где нет вообще церкви да то есть жатвы много делать или мало поэтому естественно очень часто отправляются пастора которые достаточно молодые но хотят попробовать служение и здесь есть свои плюсы и ну минусы плюс хоть хоть человек ну как говорится хоть человек скажем так хоть человек примет христа по крайней мере ну если получится но слава богу по пути ну как бы все выровняться да есть такой но минус это то что люди которые будут поломаны или неправильно научены в церкви да ну то бы или получили скажем так урон от пастора да они становятся таки антиагенты христа они потом сейчас информационно не начинает везде все это говорить эту боль раздавать ну как в рекламе понимаете если ты покушал хорошем ресторане ты скажешь двум трем человеком что я поел хорошем ресторане а если ты где-то отравился ты везде это будешь говорить что вот в этом ресторане или в этом кафе я отравился и вообще туда не ходить и потому что негативная информация она распространяется очень достаточно быстро и ну как бы на протяжении долгого времени потому что раненый человек будет ранее ранить других людей это еще не говоря о том что будет и противники христа поэтому насчет зрелости пастора это поймите всегда процесс то есть это такой достаточно большой процесс второй момент и даже если есть пастора вот у меня достаточно вот один из пасторов мы вчера разговаривали он достаточно жесткий дядька моим и моих лет и он церковь тоже еще достаточно недавно и он как пастор вот у меня все там сейчас вот команда в церковь я говорю послушай бы знаешь говорю вообще пока зрелости церкви слабо на рано говорить потому что церкви как минимум надо чтобы она была зрела как минимум надо пройти 15 лет почему потому что мало того что ты любишь бога служишь и двигаешься действуешь чтобы людей взрастить если ну как бы чтобы они выросли это достаточно и сформировать команду это ну как сказать это надо пройти много много времени ну вот во первых как можно судить о церкви по зрелости церкви всегда надо посмотреть дети которые родились церкви выросли в церкви какие они любят они бога действительно держится христа нет но это как минимум 15 лет это как минимум до 15 лет чтобы вот посмотрите рост детей от начала вот и до конца как они выросли потом обязательно всегда будут в церкви люди которые будут приносить бунт будут приносить расколы разделение в церкви предательство клевета конструктивных ли критика люди будут перегорать уходить со служения будут конфликты разные и это в принципе не избежать ни одной церкви вот это вообще не я не знаю ни одной церкви за всю практику чтобы через это не избежали чтобы не было бунтов чтобы сильные служители они кололи церковь чтобы разные разные ситуации и это будет и во первых и как здесь нужно всегда понять такой момент что первое а нужно всегда понять что дети в церкви должны пройти от младенчества подросткового юношества и уже служения и это как минимум 15 лет как минимум 15 лет это в том случае если пастор еще достаточно духовно развит а если пастор сам пришел на скажем так прихожанин 0 а он плюс один чуть-чуть получше прихожан чуть-чуть повдохновение то то это и может прийти на 20 лет в моем практике смотрите я начал понимать что такое церковь спустя наверно ну 13 лет и учитывая что постоянно учился постоянно где-то закончил три-четыре библейских школы был практиком был бизнесменом не был на наркалка зависимым да это до меня начало понимание приходить что такое церковь от 13 лет и на протяжении 13 лет я постоянно просто навсего стремился надо все сделать и когда не получалось я очень часто людей вы должны делать я сам должен делать жену напрягал ты должна ты должна ты должна и в итоге потом сам перегорал несколько раз хотел все бросить у жены такие но жизненные ситуации были когда она тоже хотела все бросить служителей много уходила переходила особенно когда сильного человека там поднимешь он бросит служение у тебя рано а учитывая что часто на пасторов делают критику что они живут за счет церкви я сам занимался бизнесом и большая часть денег в кассе большая часть это было от меня и ты понимал что я могу просто быть просто на первом сиденье сидеть и и вот эти головники не надо если человек пришел с головной проблемой ты не смог ему помочь он пришел тебя денег занять а ты ему не дал он пришел тебя с проблемой а ты не помог он по хотел чтобы ты за него помолился а он не исцелился у него какие-то это кто всегда виноват пастор а если еще не дай бог у пастора увидит какие-то отрицательные черты то это начинается сразу же пас тоже должен эталон пас тоже должен быть идеал и конечно отсюда очень мало людей хотят быть пасторами большинство заметил что пасторами хотят люди которые знаете ну как часто вот момент было бог вытащил из наркотиков и ты хочешь ну как-то отблагодарить богу и тебе говорят у тебя все получится и ты вот так вот ну лишь я пойду у меня получится а потом часто такие постарая тоже сталкивался с этим но это неизбежное зло вы должны понимать и не уходит уходят люди притыкается моем веку не знаю процентов человек 40 знаю пасторов которые начинали служение бывшие наркалка зависимые и бросили конечно если те которые двигаются стоят крепко двигаются и слава богу но надо вот просто понимать смотреть на это все здраво понимать что вот оно должно быть примерно вот так естественно церковь а у церкви когда она вырастает и 15 на моей церкви 22 года с возрастом у церкви приходит иммунитет то есть каждый но ли учится в основном на своих ошибках и в начале вот допустим у меня одна молодая церковь весь там один сильно служитель ушел и все в шоке а что служитель ушел все будет церкви поймите в любой церкви наступает такой момент когда служитель может уйти пастор может ведь и другие могут уйти это это норма это нормально а причины этому разные не будем говорить за причины да нам почему служители уходят причины разные но когда уже церкви 20 лет 15-17 то у людей уже приходит такой момент что формируется уже такая правильная команда то есть люди уже прекрасно прям приходит какой-нибудь человек да у нас прославление не то да нам надо вот больше там ходить да нам надо бесов изгонять я помню было такое движение нам надо евреев израиль отправлять нам надо чудеса и знамения а где пророки или или вот тот что пастор учит так а вот смотрите есть я нашел кассету там не знаю там дерека принца а он учит совсем по-другому я вот нашел книги и и они начинают ну в основном вот приходят такие люди и они часто приходят и в церкви пастор в этом не прав про сортом не прав или еще а вот есть другие служители и все они приносят такой знаете в церкви такой разномыслие и увлекает некоторых людей как не говорю что но они часто это не делать не через пастор может и конфликтовать с пастором и эти все конфликты их надо всегда разрешать и они разрешаются разным путем иногда ты побеседуешь человеком кажется ты все ему разъяснил объяснил показал а у него все равно вот но наш он считает что ты прав что он прав и он тебя не слышит и делает по-своему у меня таких ребят было много помню в жизни ситуация была приехали какой-то пророк себя назвал пророком то есть я с ним встретился поговорил сначала все да как бы до конца не понимал тоже еще был молодой пророк не пророк ну два моих хороших парня служители они прям за него схватились и я потом когда с другим поставим позвонился он пророк не пророк скажите мне мне да ты чё он баламут я начал ребятам говорить ребята не верьте ему от него ну у него рекомендации другие да я всех пророков гнали туда-сюда он в итоге соблазнил их они ушли церковь слава богу один конечно паин спустя там пять лет вернулся в церковь но в другую и сейчас тоже уже пастором но его тоже такой путь он поверил служителю меня сумму не своему пасу ушел или бывает вот ну моменты до будущий взрослый пасу он проповедует и всегда же знаете в чужом огороде трава зеленее да кажется ну ты лучше понимаешь ты сначала приходишься потому что ну-ка вот я ничего не знаю потом проходит годик до полтора ты начинаешь больше разбираться тебе кажется что да я уже также разбираюсь как пастор я в принципе также проповедую и ты не смотришь на вот на духовный возраст и вот я вам скажу что есть такие люди да и возникает богословие да из-за чего еще часто уходит там 20 церкви а вот предопределение старается касаться сложных моментов можно потерять спасение нельзя потерять спасение есть верующие бесы верующих нету бесов верующих надо молиться на языках не надо молиться надо молиться громко ли надо надо петь пророческие песни на языках не надо и а вот и и и противоречий этих вообще много очень много и я вам скажу что же есть разные богословские школы которые говорят одни говорят так другие говорят иначе и они даже самые зрелые богословы они между собой не могут как бы договориться потому что ну бог и сделал как бы так что есть вещи которые незыблемы а есть вещи которые он как бы сокрыл тайной и так правильно и так правильно и и когда допустим паса ведь мы будем придерживаться вот этой точки зрения почему потому что я исхожу из своего практического опыта а другой допустим говорит а я считаю совсем по-другому я вообще я не могу я как бы противоре это противоречит моей совести это противоречит образу бога или еще что-то и и вот так и вот и не уходят почему потому что они начинают думать что ты же пастор ну ошибаюсь вот у меня даже недавно была такая ситуация тем уже 22 года я эти этих всех ну вещей это все знаю я просто больше нахожусь на практике какая разница как человек молится на языках или на молится главное чтоб молился да если он получает ответы хорошо если он через языки получает ответы хорошо если он через молитвы ума получает ответы хорошо для меня важно чтобы ты молился и получал ответы какая разница допустим как молиться за людей там с елеем с елеем изгонять из них бесов не изгонять если человек получил свободу и благодать слава богу главный результат есть но 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 максимализм юношеский понимаете он всегда говорит нет я знаю истинную правду и люди могут тоже вот найти и они могут заразить некоторых людей и разделить церковь и уйти понимаете а и и и это неизбежно это все это пройдет просто сейчас меня это вообще не удивляет почему за 22 года чего-то только не видел и верующих людей которые внутри меня к внутри команды они тоже уже когда кто-то уходит или что-то кидает они тоже уже на это не обращать внимание почему потому что у зрелый церкви вырабатывается иммунитет они уже тогда кто-то приходит уже начинает что-то говорить и зрелая церковь они говорят да тебя еще семь таких человек был до тебя еще до этого 15 было да мы уже это проходили плавали знаем все это уже было и было 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 и и это пройдет да как соломон нет ничего нового под солнцем все это было и то что ты сегодня говоришь пастору он уже через это проходило если ты думаешь стани служителем и ты тебя это не коснется если ты сегодня бунтуешь и там пойдешь идешь в противоречия в богословие споришь, и ты думаешь, когда ты начнешь служить, или у тебя что-ли такого человека не появится? Один, два или три, и у тебя такие появятся, и, понимаешь, что сеешь, то и пожнешь. И вот у зрелой церкви есть уже иммунитет не увлекаться всяким различным ветром учениям, но уже через опыт, через опыт понимать, что уже Бог никогда не делает, а что Бог постоянно делает. И понимать, что есть разные уровни людей, и я просто сказал, это 15 лет, потому что 15 лет нужно сформировать, можно сформировать команду, но это не факт, что за 15 лет получится еще ее сформировать. Это тоже еще не факт. Поэтому зрелость пастора это первое, а второй момент это зрелость команды. И зрелость команды, зрелость церкви, она заключается в следующем, что когда уже происходят какие-то вещи внутри бурления церкви, они не шокируются. Вот Вася ушел из церкви, ой, проблема какая-то. Ну ушел, может придет, ничего страшного. Ну как бы, будем любить, будем молиться, будем ждать. Вот там какое-то учение, мы сейчас, вот наверно, не в тренде, мы сейчас в религии, там, знаете, обычно молодые пастора, всегда говорят, у нас сейчас огонь, у нас силы, у нас особое помазание. Он у нас был, там, из Новосибирска приехал, с бусами ходил, на шее, и он всем рекламе, по всем пасторам, прихожанам, других церквей писал, мы имеем особое помазание, особое благословение, особое пророческое слово, прямо такое, которое никто другой не имеет. И в итоге, там, то самое, здесь всех бросил, уехал в Новосибирск, и там все бросил. Поэтому, действительно, ну как бы, вот это вот, особое благословение, особое помазание, понимаете, это, в основном, свойственно не зрелым людям такое говорить, нагнетать на себя, что они какие-то особенные, это свойственно младенцам, которые, вот они говорят, я все это знаю. Это происходит, как и с молодыми пасторами, у которых, как правило, нет духовно сильных насосов, заставников. Это происходит и с людьми, которые в обычной церкви растут, возрастают, у них тоже такие моменты, кажется, что все, теперь я достаточно взрослый. Вот, второй момент, мы уже говорили, это вырастить команду. И вот команду вырастить, это когда, вот, вначале пастор во все вникает, и в детское вникает, и в прославление вникает, и в варшавскую работу вникает, и в лагеря организовывает, и конференции организовывает, и библейскую школу, и наставничество со самообращенными, все он делает, он и лошадь, он и быка, он и баба, и мужик. Но суть церкви заключается в чем, чтобы в итоге, в принципе, строить команду, чтобы каждый, как написано, он поставил церкви служителей, чтобы они воспитывали других людей, чтобы они тоже могли служить. И вот, когда он, когда вот люди работают, вот я сейчас, я уехал на 4 месяца на миссию, и мне начинали звонить, это самое, пастор, надо там вот этот вопрос, или этот вопрос, я говорю, решайте сами, вам уже, уже 20 лет церковь, вы уже давно взрослый, и зрелый, решайте сами, есть, есть пресс-фитерский совет, соберитесь и решайте. И действительно, они сами начали решать, или сказали, вот на Рождество сейчас, мы готовим спектакль, пастор, вы посмотрели спектакль, вы глянули, я говорю, так вы же уже взрослый, вы уже 15 лет церкви, что мне смотреть? Вот вы знаете, что надо поставить спектакль, смотрите, ставьте, или детское служение, вы уже взрослый, начинаете сами делать. И я уже там, ни в прославление не вникаю, ни, как говорится, ни в конфликты, в какие-то особые, там, не вникаю, там, и многие другие. Когда уже церковь, уже команда выросла, когда они уже сами могут служить, и они не, не в противоречии, оно в одном видении, в одном учении, направление дает, тогда вот уже церковь достаточно зрелая. Вот, и вот, и поэтому, нам нужно всегда, вот, когда мы приходим, ну, в церковь, всегда рассчитывать, что, ну, конечно, я хочу сказать, что, там, 20 лет, до конца жизни себя рассматриваю, но всегда вот понимаешь, что, если церкви 3 года, 5 лет, 10 лет, она еще не может достаточно взрослой, зрелой быть. Это первое. Поэтому, и ты сам понимаешь, что, чтобы о тебе судить, как охристининить, это как минимум 15 лет нужно посмотреть, чтобы о тебе судить, как охристинине, потому что тебе придется показать, как верен ты церкви, верен ли ты Слову Божьему, можешь ли в постоянстве соблюдать Слово Божие, какой ты как служитель, какой ты как отец, или как мать, какие у тебя дети, какие у тебя плоды, какое свидетельство от внешних, то есть, чтобы хорошее имя заработать, это тоже 10-15 лет, оно будет. И можно загореться вначале, но потом в процессе пути побежать. Будет смотреть, какая у тебя этика, есть ли у тебя этика, нету этики, что ты больше несешь, вред, церковь или разделение. И ты знаешь, что тебе самому, чтобы вырасти и сформироваться, тебе тоже лет 10-15 надо, чтобы действительно, потому что какие-то благословения, они приходят быстро. но по-настоящему, я вот скажу вам в своей жизни, по-настоящему, работа Божья начинается после 10-15 лет твоей такой христианского хождения. До этого идет, в основном, внутреннее формирование тебя, как человека Божьего. И чтобы ты внутри созрел. И вот очень молодые думают, что вот сейчас я начну, сейчас у меня все получится, и потом перегорает. Почему? Потому что еще внутренней зрелости, ждать, терпеть, даже не получается идти, это процесс. И его никуда не делится. И поэтому всегда, как бы, знайте, что взрослых, зрелых пасторов, ну, вот у нас в России, ну, представьте, у нас христианство, ну, в среднем где-то 20-25 лет. Взрослых пасторов, ну, на самом деле, которых 20, 22 года, 25 лет, пасторов, это, ну, это их достаточно мало. Их достаточно мало. Вот. Еще какой мысль, скажу, о сформировании команды. То есть, у церкви должен сформироваться иммунитет. Потому что в церкви обязательно будут разные вещи, да, то есть, разные нападения на церковь. Сколько я, ну, будет много предательств, или еще что-то. Будет разная ситуация, и их не избежать в формировании церкви. Их никуда не избежать. Поэтому вот, мои друзья, почему я говорю ответ, что, чтобы о зрелой церкви нельзя говорить, ну, как бы, она не может быть, если ей минимум лет 15, по-моему, это лет 20 надо смотреть. И, естественно, вот эти церкви, которые, пастора, которые молодые, год, два, три, пять, я считаю, что для них должна быть какая-то одна образцовая церковь. Вот я, допустим, своим ребятам говорю, вот смотри, мы через все прошли, поэтому, когда ты можешь в церковь, ты куда можешь обращаться? Ты можешь смотреть на нашу церковь. Как у нас в прославлении двигалось, как мы росли, как мы двигались, как у нас работа была с детским, какие мы ошибки. То есть, если есть образцовая церковь, которая уже достаточно 20 или больше лет уже в Боге, то молодые пастора, молодые служители, молодые церкви, они могут научиться всеми сильными и слабыми старыми ошибками. И тогда, тогда вот эти церкви молодые, они меньше совершат ошибки, ошибок. Поэтому очень важно, чтобы молодых пасторов, за ними стоял не просто интернет господь.ру, понимаешь, я сейчас того почитаю, того почитаю. Всегда смотрите, за молодыми пасторами есть ли наставник, есть ли за молодыми взрослый, сильный наставник. Потому что вот эти моменты я мне мое, оно всегда и делает. У нас, допустим, поставлена тема ученичества. О, кстати, затрону такую тему. Потому что сначала, когда хочется, чтобы церковь росла, очень много людей по-разному начинает сделать церковь, чтобы она росла. Но так как наша страна более мистическая страна, у нас православие в культуре в основе стоит, то у нас люди веют в святые мощи, в иконки. И вот они больше в мистику веют. И поэтому, если ты будешь, у нас слабая медицина, много болеет, и если ты будешь ставить служение исцеления или ставить служение обознания бесов, то людей придет много. Вот. Ну, соответственно, понимаете, какие люди придут? в основном больные и в основном немножко духовно тоже больными, скажем так. Вот. И из этих людей сформировать бывших наркозависимых или больных людей, из них сформировать зрелых служителей, но это лет пять минимум. Потому что вот Иисус три года учил не наркоманов, бизнесменов, людей с хорошим воспитанием и то три года учил. А представьте, наркозависимые я заметил, ну, скажу, из опыта, три года их просто надо, ну, как бы, в себя привести, чтобы они встали на ноги, а потом еще дальше воспитывать. Это вот, ну, из опыта. Можете со мной согласиться, может не согласиться, но опыт никуда, кажется, не денешь. Вот. И, соответственно, часто служение начинает с чего делать? Вот, с чудес, знамений. С чего Иисус начал служение церкви? Он начал с ученичества, то есть, он вспомнил команду и учил. Учил, 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 как бы, сам, конечно, и исцелял, и изгонял, но в массе своем, мы смотрим, прежде чем начать именно миссионерство, церковь, он делал ударение на ученичестве. Естественно, в начале нужно поставить, чтобы люди полюбили Христа, полюбили Его Слово, поняли Божий план, поняли Божью волю, научились выявлять Божий план в своей жизни, и потом уже, когда они полюбили ученичество и поняли Божий план, тогда у них открывается специализация. Кто-то в детское служение идет, кто-то в прославление идет, кто-то идет в душепопечение, кто-то в консультирование, кто-то в руководители домашних групп, в общем, кто-то в освобождении, исцелении и так далее, то есть, уже раскрывается дары, и уже можно идти, двигаться, вот это уже тогда формируется вот эта команда. И вот всем молодым пасторам я хотел бы такую вещь сказать всегда, я не знаю, кто слушает, из какого движения, кто, но всегда слушайте проповеди старшего пастора, потому что вот я заметил, даже в моей жизни, я говорю, Бог даст вам учеников на полях евангелизации, и потом они говорят, ой, это мои ученики, это мои ученики, и они зацикливают людей на себе, мои ученики, надо всегда понимать, что ты-то еще недостаточно зрелый, ты, может быть, хорошо передаешь слово, но ты еще недостаточно зрелый, есть еще жизненный опыт, есть жизненный опыт служителя, и поэтому и поэтому ты всегда должен всегда смотреть на взрослого зрелого пастора, твоего пастора, который идет, дает направление, чтобы ты в силу своей молодости мог духовно расти и возрастать. Ну, вот такие вот мне вам советы, мы с вами провели где-то 40 минут, обязательно пишите вопросы, я почитаю, пишите вопросы, которые вы хотели бы, на которые вы хотели бы получить ответы, может быть, какие-то новые темы, ну, Божих благословить вам, всего вам доброго.